До Нового года осталось совсем немного времени. В преддверии такого большого праздника предприятия, организации и предприниматели проводят различные благотворительные акции для детей. Новогодние елки и детские представления всегда бывают особенными событиями в жизни каждого ребенка. Это прежде всего долгожданная сказка, загадывание желаний, ожидание волшебства и чудо – необычные новогодние подарки. Каждый желающий сегодня мог прийти и поучаствовать в новогоднем празднике, который помог устроить детский музыкальный театр «Колесо». Сегодня мы организовали новогодний праздник. Это в том числе для жителей города, лотерея, розыгрыш, всевозможные выступления. Мы делаем это в коллаборации с детским музыкальным театром «Колесо», с его художественным руководителем Олесей Мушко. Ей за это огромная благодарность. С помощью артистов профессиональных мы хотим сделать такое красивое, знаковое событие для города, подарить подарки жителям города, всем тем, кто сегодня решит нас посетить. За что все мы любим Новый год? Так это за простые человеческие радости, за желание творить добро, готовить и дарить подарки, примерить на себя роль Деда Мороза. Сегодня в программе благотворительной предновогодней акции были Дед Мороз и Снегурочка, новогодний хоровод, мастер-классы, аквагрим, живой вокал, конфетти-шоу и праздничная лотерея. Мы провели достаточно серьезную рекламную акцию. Пост был размещен в соцсетях во всех знаменитых группах города Дмитров, также на нашем сайте и на наших страницах, поэтому сегодня мы ожидаем порядка 150-200 человек. Самая масштабная – это лотерея, в рамках которой мы будем дарить как подарки, не связанные с нашей школой, так и бесплатное занятие от одного до трех месяцев обучения в нашей школе. Поэтому, в общем-то, ждем всех с нетерпением и надеемся, что сегодня все нас посетят, те, кто планировал. Новогодняя благотворительная акция получилась очень яркой и насыщенной. Два часа безудержного веселья, зажигательные танцы, конкурсы и подарки сделали настоящий праздник для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова